Российские оккупанты могут готовить провокацию с подрывом автомобилей ОБСЕ. На украинско-российской границе были замечены внедорожники с маркировкой ОБСЕ. Они, вероятно, из автопарка численностью несколько сотен лэнд-круизеров, которые были брошены на парковки возле Ростова представителями организации, когда они бежали из РФ. Вышло так, что ОБСЕ практически подарило это имущество российским боевикам. И сейчас его тянут для военного применения в оккупационных войсках. Но машины могут использоваться для провокации на линии фронта. Надо это иметь в виду. Стоит отметить, что машины бронированы и оборудованы спецсвязью. Также колонна с внедорожниками ОБСЕ была замечена на пункте пропуска из Варина, которая двигалась в сторону Луганска. А это фото из Ростова. Как отметили в ростовском телеграм-канале, неизвестные увозят машины из многоуровневой парковки. Что куда и зачем никто не знал. Теперь мы догадываемся, если мы сделаем достоянием общественности коварные планы российского режима, то возможно нам удастся предотвратить очередные провокации с их стороны. Оккупанты могут их использовать по-разному, в том числе как броневики. Автомобили бронированные и способны защитить как от осколков, так и от пуль. Поэтому есть вариант, что они их гонят как боевую технику. В то же время, могут их использовать как прикрытие против нашего огня. Ведь когда ты видишь внедорожник ОБСЕ, то на принятии решения по открытию по нему огня нужно время. Уже известно, что оккупанты часто переодеваются в нашу форму, поэтому я не удивлюсь, если они будут использовать эти крузаки таким же образом.